Девушки отдыхают 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 Советы не принимает, становится неразумным. То есть тут даже не то, что умный и глупый, а то, что человек у власти, как правило, испорчен властью. Как правило. А вот такой вот момент. Хотя позднейшие не порадуются им. Почему люди со временем перестают радоваться правителю своему? И тот, который пришел, которому сначала радовались новому, а потом проходят... Сначала был восторг, ух ты, новый царь у нас, что-то будет новенькое, такое интересное. Но проходит время и говорят, о-о-о... Восторг проходит, почему? Потому что наши желания, возможно, не исполняются. То есть ожидания были одни, а в реальности другое. Это одна сторона, а вторая сторона? То же самое, стареет, укореняется. 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 То есть положение влияет на человека. Не столько человек влияет на то положение, на котором он находится, сколько... Вернее, как идет обоюдный такой процесс. Совершенно верно. И вот мы даже хотим зачитать такое неразумное действие правительства на Филиппинах. Нам показалось очень интересно. На улицах Манилы власти реализуют свое изобретение, которое вынуждает пешеходов ходить по тротуарам. И знаете, что они придумали? Они придумали необычное наказание для нежелающих ходить по тротуарам. Таких прогоняют с проезжей части мокрым одеялом. То есть мокрое полотнище с надписью «Уйдите с дороги» прикреплено к древку наподобие флага. И проезжая вдоль тротуаров... Ну то есть машина вот так вот едет с этим, с мокрым полотнищем. И они бесцеремонно шлепают. Все, кто идет по дороге, она так шлеп-шлеп-шлеп-шлеп по головам. Люди возмущаются не столько бесцеремонным обращением, сколько и недопустимым состоянием тротуаров. Потому что тротуары тесные и грязные, а власть вместо того, чтобы навести порядок на тротуарах, разгоняет граждан, как неразумных овец. Зато водители довольны. Они считают, что в данном случае немножко нарушений прав человека пойдет всем на пользу. Однако проблема отвратительного состояния тротуаров остается. Так что вот эти пешеходы-филиппинцы, в общем-то, согласны с утверждением Экклесиаста, что новая власть хорошо, но у всех свои заморочки, да, получается. Я думаю, что каждый из нас, наверное, может сказать... Такие привести примеры много, да? Давайте посмотрим дальше, что пишет Экклесиаст. 17 стих и 5 глава по 6. 17 стой. 18 стих и 6. То есть, если вот это брать в контексте, будем так говорить, того, как с возрастом или с положением мы не становились глупее, вот здесь идут советы. Что же вообще нужно делать, да? Наблюдай за ногою твоей. За устами твоими, за всем тем, что ты делаешь, что ты произносишь. И тогда у тебя есть надежда, да? Если ты будешь бояться Бога, у тебя есть надежда не стать глупым. Надежда всегда остается, да, с нами. Интересно, что здесь идет, в общем-то, по поводу всех. Опять же, о чем мы говорили, что мы все в чем-то начальники. Муж. Все мы служители. Начальник и служитель над женой. Да. Жена над детьми. Дети. Над куколами, над игрушками, над домашними животными. Да. Учитель. Над учителем директором. Учитель над учениками. Ну, я хотел даже больше сказать. Вот здесь написано, наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Вот интересно, как мы понимаем понятие само по себе дом Божий? Вот что это дом Божий? Это обязательно церковь? Церковь, да? Ну, конечно. Церковь, храм, дом молитвы, ну и так далее. А вот скажите, мы несем свое служение на работе или дома? Мы являемся там служителями Божьими? Мы должны. Мы должны там наблюдать за ногой своей, за ухом, за своим, за языком следить? Вопросы теорические. Например, христианин-юрист, он когда приходит на суд, или там, допустим, адвокат, да, приходит на суд, это может считаться для него Домом Божьим, он там должен наблюдать за собой? Бог там присутствует? Он там должен следить за языком? Ну, просто немножечко так подумайте, потому что вы иногда очень узко как-то мыслим. Там, раз Дом Божий, то это обязательно здание церкви. Ну, тут больше явно, про себя, кто раз был пробовать, я бы сказал. Сказать, наблюдать за ногой, когда идешь в Дом Божий, именно конкретно, в Дом молитвы, и будешь готов более к слушанию. Например, иногда приходит человек, ну, я в том числе, приходишь, например, и больше хочешь сказать, давай, там, если проповедник больше выискать, да, что ты готовил в Домах, кто пел, там, хор, там, петь, кто еще что-то там, ну, молиться, а к слушанию не все готовы. Бог напоминает, слушать, да, справиться, когда с ним уже бывает. Ну, я говорю, вот, это все правильно, здорово, что такие есть вещи, да. Не, ну, тут именно они имеют в виду Дом Божий, потому что будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. А жертвы-то даже приносили не под каждым кустом, а приносили, в общем-то... Но мы-то говорим о нас сейчас. Хорошо, давайте, так, тот Дом Божий, да, мы понимаем, да, но помните, как Христос сказал женщине-самаритянке, когда она спросила, а где, где нам молиться, да? И он ей конкретно ответил, что не только теперь на этой горе. Не только в храме жертвы будете приносить. То есть, поэтому мы хотим сказать, да, Дом Божий, да, церковь... Тут вообще без вопросов. ...вообще не возникает. Но давайте попробуем, как вот шилье, да, начать мыслить здесь. Вот где мы с вами находимся, на нашем месте, ну, скажем, тот же самый Дом правоохранения. Адвокат. Адвокат, да. Там присутствует Бог. Или там его нет? Присутствует. Или нет? По крайней мере, должен быть, да? Там он должен. Потому что Бог везде. Бог присутствует везде здесь на земле. Но просто он присутствует через наше с вами присутствие. Ибо мы с вами храм Божьего. Понимаете, какая вещь? Вот если начинать... Вот почему мы стали об этом говорить? Шире размышлять. Шире, давайте подумаем. Я являюсь храмом Божьим. И когда я что-то делаю, я должен наблюдать за ногой своей. Где бы я ни был. Вот я по улице иду. Я должен быть свидетелем Божьим? Или я могу идти и плевать направо-налево, потому что, ну, пока в церковь не пришел, я могу вести себя как хочу. Свет и соль. Свет и соль. То есть, понимаете, опять хотим сказать, если мыслить конкретно, вот что написано, то сказано, да. Но если как бы еще подключить, логику подключить, все остальное писание... Не только интерпретации, но и применение. Да. То мы понимаем, что дом Божий, это понятие, будет такое широкое. Если мы с вами храм Божий, мы с вами идем куда-то, мы с вами несем истину. Поэтому не торопись с языком твоим, и сердце твое не спешит произнести слово перед Богом. Все, что мы не говорим, мы говорим как перед Богом. Даже когда просто детей наказываем, мы это говорим перед Богом, правда? А уж тем более, если мы что-то обещаем. Детям. И не только детям. Ну, я, например, говорю, да. Например, если нашим детям. Потому что очень часто мы как-то к детским обещаниям относимся, ну, очень легко. В воскресенье пойдем, сходим в парк, погуляемся вместе. А тут у нас надо посещение, нужно там встретиться с братьями, нужно, значит, там на спешку сходить. А ребенок ведь ждет нас дома, он ждет, что мы с ним пойдем в парк. И вечером, когда мы приходим, ну, может быть, даже забыли то, что сказали ему во вторник. Так вот, знаете, был всплеск эмоций к любимому слову. А он помнит, и он спросит, пап, мам, а что насчет парк? А время же 10. И вы скажете, ну, давай в следующий раз. И вот этот вот следующий раз будет откладываться, откладываться, откладываться. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори перед ангелом Божьим. Это была ошибка. Ну, зря я пообещал, потому что, ну, в воскресенье же нужно много дел. Там у меня служение, у меня посещение, у меня там это, то гости тут пришли. Как же вот? Да даже это касается всего. Вы знаете, очень часто нам сейчас приходится беседовать и консультировать на тему производственных отношений в тех организациях, где работают верующие люди. Вы знаете, там обычно проблем намного больше, чем в обычных светских учреждениях. Потому что происходит? Скажем, ну, брат, у которого свое хорошее дело, набирает верующих людей. То есть, понимаете, вот, конечно, мы должны быть светом и солью, правильно было сказано, везде. Вот, и если мы несем какую-то ответственность на себе, взялись за это, то есть мы пообещали, что мы это будем делать, так это же надо делать. А люди как бы трояким образом, как... То есть вот здесь как раз об этом Клисиас говорит, что, во-первых, не выполняем свои обещания. Если начальник там поручил оформить этот документ, сходить за справкой, это нужно сделать, потому что это входит в мои обязанности. Я обещал, что я буду их выполнять честно и добросовестно. Я обещал ребенку сходить в зоопарк, надо сходить в зоопарк, несмотря ни на что. Ну, если вдруг не выполнило, как мы себя часто ведем? Первое, мы просто, ну, делаем вид, что, ну, была такая, не произошло, пытаемся забыть. Избегаем. Как начальник, так и тот, который, ну, вроде, и это считается духовным. Мы это называем таким, знаете, духовным словом прощение. Мы не говорим о прощении, простить надо, но мы против того, чтобы поощрять безответственность. Первое, открыть клуба. И то прощать, но в любом случае должны быть какие-то санкции, элементарный выговор. Он должен быть, причем вынесен во всеуслышание. Это нужно сделать. Я сейчас до конца просто скажу. Второе, что мы обычно делаем, мы говорим, я не виноват. Обстоятельства так сложились. То есть либо просто забываем, либо Петь виноват, там, Вась виноват. В Гондурасе, там, землетрясение было виноват, а я не виноват. Кстати, это все началось, ничего нового нет под солнцем. С Адама, да, помните, когда, он говорит, не ел ли ты, Господь его спрашивает, не ел ли ты от этого дерева, которым я заповедовал тебе. Он говорит, нет, я не виноват. Жена виноват. Жена виноват. Жена, которую ты мне дал, да. Ты мне ее дал. Так что, вот оттуда все и пошло, сваливать на других. Вот, и можно сделать третье. Действительно, взять на себя ответственность. Да, я виноват. Материально виноват, выплачу, да. Что-то время, там, не сделал какую-то работу вовремя. Значит, буду работать сверхурочной, буду работать в воскресенье. Прежде чем пообещать, подумай. А раз пообещал, делай. То есть все очень просто, казалось бы, да. Ну вот, и вот важно, чтобы, во-первых, мы сами не попадали в эту ловушку, но и других не поощряли в их вот такой безответственности. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Характер человека, как известно, проявляется в поступках, в отношении к людям, в выборе, который он делает в той или иной ситуации. Ну и вот сейчас мы хотим, чтобы вы так немножко себя оценили и свой характер. Вам будет предложено таких вот 15 вопросов и варианты ответов. Да, нет, не знаю. Поэтому ставите номер вопроса и пишите да, нет или не знаю. Может быть, знаете, чтобы было быстрее, да, пусть будет плюс, нет, минус, а не знаю, галочку. Или нолик. Или нолик, да. Как-то для себя возьмите. Галочка лучше. Итак. Итак, первое. Я всегда чувствую ответственность за все, что происходит в моей жизни. Да, нет, не знаю. Первый вопрос. Второе. В моей жизни не было бы столько проблем, если бы некоторые люди изменили свое отношение ко мне. Третье. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. Четвертое. Иногда мне кажется, что я родился, ну или родилась, под несчастливой звездой. Пятое. Я считаю, что алкоголики самые виноваты в своей болезни. Ух ты. Все серьезно. Все очень серьезно. Шестое. Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответственны те люди, под влиянием которых я стал таким, какой я сейчас есть. Ну, или стал такой, какой я есть. То есть люди виноваты или люди, благодаря которым я таким стал? Не знаю. Седьмое. Если я простужаюсь, я предпочитаю лечиться сам, а не прибегать к помощи врачей. Восьмое. Я считаю, что во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в женщине, чаще всего виноваты другие люди. Девятое. Считаю, что любую проблему можно решить и не очень понимаю тех, у кого вечно возникают какие-то жизненные трудности. Десятое. Я люблю помогать людям, потому что чувствую благодарность за то, что другие сделали для меня. А нет, это не люблю или не чувствую благодарность? Нет, люблю помогать. Тут люблю помогать, потому что мне сделали благодарность. То есть да, потому что, или просто. Люблю помогать или не люблю помогать? Берите на первую часть. Одиннадцатый. Если происходит конфликт, то размышляя, кто в нем виноват, я обычно начинаю с себя. 12. Если черная кошка перейдет мне дорогу, я перейду на другую сторону улицы 13. Я считаю, что каждый человек, независимо от обстоятельств, должен быть сильным и самостоятельным 14. Я знаю все свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие относились ко мне снисходительно 15. Обычно я меряюсь с ситуацией, повлиять на которую я не в состоянии 15. Обычно я меряюсь с ситуацией, повлиять на которую я не в состоянии 15. Обвезите в круг те вопросы, на которые вы ответили «да». Я вам сейчас буду называть цифры, и если совпала цифра и «да», вы обводите в круг. Значит, «да» должно быть, не должно быть, «да», «1», «да», «3», «5», «5», «7», «9», «1», «3», «5», «7», «9», «11», «13». Все. Вот эти вопросы в круг. Если совпали «да», то в кружочках видите. И ответы нет на вопросы «да», «4», «6», «8», «10», «12», «14» и «15». Поставили, да? Теперь посчитайте все кружочки. Количество кружочков. Сколько дай, сколько дай, сколько дай, да? То есть здесь, нет, вот эти, которые вы обвели. Только те, которые у вас совпали. Да. Все подряд сумели. Нет, те, которые совпали, да. Сколько их? 10. И каждому по 10 баллов. И умножьте на 10 результат. Так я могу. Поняли, да? То есть каждый из совпавших это 10 баллов вы набираете? Ответ «не знаю». Это 5 баллов. Посчитайте, сколько у вас «не знаю» и умножьте на 5. И посчитайте общее количество. А нет, 125. Все. Остальные не считаются. Итак, если вы набрали от 100 до 150 баллов, то вы капитан собственной жизни. Чувствуете ответственность за все, что с вами происходит. Многое берете на себя. Преодолеваете трудности, не преувеличивая их, не возводя в ранг жизненных проблем. Вы видите перед собой задачу и думаете над тем, как ее решить. При этом вы чувствуете, что происходит в вашей душе. А при этом... Но для окружающих... Это загадка. То есть вы знаете, но для окружающих вы загадка. И вы не видите, что происходит в душе окружающих. Вас это не волнует. Но вы капитан. Теперь смотрите... От 50 до 99. Вы рулевой. Вы рулевой. И если необходимо, вы, конечно, можете передать штурвал в надежные верные руки. При оценке причин собственных трудностей вы вполне реалистичны. Гибкость, рассудительность и чуткость всегда бывают вашими союзниками. Случаются ситуации, которые никак вас не касаются. И вы не несете за них никакой ответственности. Но тем не менее, если это требуется, вы берете и за них ответственность тоже на себя. Обычно вы знаете, когда это нужно сделать. Вы умеете жить в добром согласии с другими людьми, не нарушая внутреннего согласия с самим собой. Это рулевой. Ну и если меньше 49 баллов. Вы пассажир. Если у вас до 49 баллов, вы пассивный пассажир. Легко подчиняетесь внешним силам, говоря, ну так сложилось обстоятельство, судьба такая. В своих трудностях вы обвиняете кого угодно, только не себя. Настоящая независимость кажется вам недостижимой. Но вы умеете мирно сосуществовать со всеми людьми вокруг вас. То есть вы умеете прогибаться под изменчивый мир, как поется в такой песне. Итак, вот посмотрите, капитан, рулевой или пассажир. Ну и, соответственно, вы понимаете, где что подкорректировать в себе. И теперь вопросы. Вопросы для такого личного размышления. Если вы вдруг увидели несправедливость или беззаконие в руководстве? На работе, в церкви, ну где бы то ни было. В семье. Или, например, вот как Андрей сказал, что бывают такие ситуации, когда понимаешь, что начальнику надо быть пожёстче. Это в любом случае несправедливость. Несправедливость может быть как в сторону плюс, так в сторону минус. То вы склонны что делать? Молиться и молчать? Встаёте в оппозицию и требуете перемен каких-то? Или вы, скорее, на критику такую? На язык. На язычок. То есть это такой личный вопрос для каждого. Ну и замечательно, если потом этот вопрос найдёт свой выход в дискуссии. Дискуссию, которая, естественно, она займёт какое-то время, но в этой дискуссии можно найти так много драгоценных камней. Жемчужин. Жемчужин. Если действительно эта дискуссия будет происходить вот в группах. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok